здарова всем здарова чуваки опять я в уфе приехал с гребанного билибея только начал записывать видос сейчас он уже почти 10 часов по уфимскому тут же подъехал какой-то хмырь тут припарковался рядом короче напрягает только успел я похвалить билибей его шикарное шикарное заведение лайм знаете какие очки прикупила сегодня в билибее причем не сразу их сделали у меня в буглеме там за 350 рублей купил оправу для очков ну просто смотрю за 350 рублей мелкие у меня сломал как-то предыдущие очки которые стоили 3000 похожие вот на эти только пластмассовые ну помните да они олдфаги наверно помнят вот и соответственно когда я увидел очки за 350 рублей я думаю блин хоть заломайся такие очки за 350 рублей купил оправку в принципе кстати она выглядит неплохо продаются и за пару тысяч оправки которые выглядят также сейчас вам покажу вам заценить а все время я искал вот такие же очки вот как как эти у меня вот которые сейчас на мне только низ это железное я искал пластмассовые хоп за 350 рублей шикарные очки но единственных куда бы они приходил везде мне впаривали какие-то немецкие линзы по 2400 за ли за штуку работа везде стоила 800 рублей там 400 минимум я находил короче меня эти очки за 350 рублей выходили блин почти по три косаря по четыре косаря и тут сегодня приехал в билибей хлоп смотрю экспресс оптика захожу хлоп хлоп 200 рублей работа по очкам чик сделать 50 рублей за срочность что там какие-то да 200 рублей дешевле я нигде не видел ну тоже там начали впаривать на какие-то немецкие линзы потом какие-то корейские линзы игры давайте российские есть она все-таки пошел и нашла по 120 рублей штука короче 450 рублей она сказала 490 за срочность по две линзы и работа 490 рублей я говорю о милое дело давайте сейчас же сейчас же мне сделают за 40 минут везде еще надо ждать а тут 40 минут все короче запустил я как бы в работу и тут увидел это часть очки оправу пока ждал там дайте грю посмотреть потому что вот именно вот такую форму я искал но они чуть-чуть бывают разные какие-то подходят какие-то не подходят вот хлоп дали мне посмотреть я одеваю щик и понимаю что это вот вот то что мне нужно прям вот огонь прямо вот вот то что прямо я хотел единственно конечно с линзами глаза кажется меньше у кого дальнозоркость у тех наоборот кажется огромные такие шары потому что линза как бы увеличивает а у кого близорукость как у меня у тех в очках глаза кажется меньше потому что когда были обычные стекла я прямо сам себе нравился потому что глаза казались больше чем в очках старых где-то мои маленькие старенькие очки вот ну и соответственно этим не как бы эти заказал эти заказал там еще по торговался одни линзы хотели сначала тонкие там какие-то специальные потом я говорю давайте обычные как бы линзы но пластиковые тоже облегченные достали мне вот эти мы потом померили размер они практически одной толщины что якобы тонкие супер тонкие там какие-то корейские короче заказал вышло мне на две тысячи по моему 60 рублей все вместе эти очки и эти очки на две тысячи рублей вообще это шикариус просто-напросто ну я радостный купил и пока ждал поехал там на встречу с собственником помещения переговорами на было провести там документы привез сюда что зря что ли я въехал в беребей сегодня блин 4 часа ехал в беребей тоже расскажу как почему вот а там такая парковочка центре города и сплошная линия я так понимаю это граница парковки просто-напросто я бах только за нее выезжаю тут же появляется гаишник бежит палкой свой трясет меня хлоп короче сплошная линия туда-сюда лишение либо пять косарей ну короче вы понимаете суд туда-сюда где собаки ссут я могу люблю блин я первый раз в жизни в билибее простите говорю мне эту хрень там говорю непонятно там как идите гать посмотрите я сходил послел дэкдем грио одна сплошная нифига не 2 не 2 сплошных игре это границы парковки нет это специально для таких как вы нарушителей незнания не освобождая туда-сюда короче выписали мне на месте протокол давайте быть мы сейчас вам выпишем если суд направим там 20 дней дата неизвестность сюда еще если придется ехать ну короче чесали чесали а так и сразу на месте выписываем типа 5000 в течение 20 дней две с половиной сразу вас квитанция на руках я говорю ладно давайте пишите короче опечалили меня этих мы еще в билибей сегодня ехал думал вообще поеду один кинул на блабакар объявление хлоп-хлоп набилась полная коробочка короче две тетки там сумок у них и чувак сюда засел чувак вообще нормально и тетки тоже нормальные единственное только едем короче я по навигатору еду там навигатор ведет а они такие все дружно поехали бы лучше через чешмы через чешмы поехали бы лучше через чешмы а это не знаю я знаю что на две дороги через чешмы и через м5 я говорю ну поехали чё говорите а сам еду через м5 по навигатору они ну вот уже проехали вот уже проехали и раз короче я проезжаю поворот и приходится мне чтобы ее а там жил здесь в уфе точнее всякие развязки постоянно это и круто потому что быстро из города можешь выехать и быстро въехать без всяких хлопот везде все время несколько полос в обе стороны но одновременно и стремно потому что блин чуть проехал развязочку все мотаешь уже дальше когда ты особенно не знаешь местности вот я проехал развязочку поворотный который мне нужен был и все навигатор показывает пилишь там чуть ли не 8 километров дальше по шоссе до разворота но эти все дружно давай галдеть у теперь через чешмы теперь через чешмы я ну через чешмы так через чешмы и поехал как они мне говорят навигатор мне твердит разворачивайся и скорее гони где где я говорю эти мне все на перебой да да правильно да да мы помним эти места короче уехали полуматерным словом называется в общем далеко вот в дебри в дебри уехали и в какой-то момент они до этого галдели вот да 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 вот тут надо будет повернуть а вот там вот надо будет повернуть а в какой-то момент эти все штурманы по очереди стали говорить о че-то я тут не понимаю уже о че-то я не знаю я короче все поняла и заедем на заправку заехали на заправку полный бак залили деньги с них я взял ну так так в принципе весело каждый свое галдит какие-то свои истории они все рассказывают что-то чешут короче чувак еще веселенький купился мороженого все эти мороженки жрем спросил какого-то чувака там на заправке будет отдых это вам сейчас разворачиваться туда-сюда например на объяснил там на аэропорт уходить все развернулись едем обратно чик-чик ушли на аэропорт эти все голоде да да вот эта дорога да да эта дорога раз короче поселение какое-то а не о это чешмы это чешмы мы правильно едем сейчас будет мост сейчас будет мост я такой еду и там такой магазин короче байрам такой пятак это наверное знаменитый чешминский байрам ну так как бы в шутку они такие какой Баetted какой-чешминский Байрам не Не-не-не, едем, все правильно, едем прямо, давай прямо. А навигатор мне твердит, поворачивай. И мужик-то на заправке говорил, а эти все, да-да, мы уже тут были, тут знаем. Короче, уехали опять в какие-то дебри. Какие-то гаражи начались, они мне, о, гаражи, гаражи, потом, чик, все молчат. Потому что вот, ну, просто, просто в гаражах дорога, в кусты. И раз, какая-то вывеска, новосмирновка, они такие, оп, и все притихли, короче. Я говорю, все понятно. Ну, и чувак тоже, не, говорит, давай по навигатору. Да, говорю. Единственный, кто верно мне подсказывал, это дружище-навигатор. Чик развернулся, обратно приехал к этому новочешминскому, а оказалось, новосмирновскому байраму. Вышел, там какого-то пенсионера поймал. Он мне подсказал то же самое, что и показывал навигатор. Все, сели, бах, поехали. В итоге, в этот билибей мы ехали вместо двух с половиной, двух часов, как показывал навигатор. Мы ехали четыре часа, вообще все запарились. Ехали в итоге там, где показывал навигатор через М5. Приехал я туда вообще. Я спал три часа ночью. Я до трех ночи делал отчеты. Потому что мне сначала было неохота. Я там что-то сидел, в компьютер пянулся. А потом понимаю, что отчеты-то надо сделать по работе там. И вот в коматозном, в таком состоянии, вспоминая студенческие годы, сел, бах, 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 стал делать отчеты на автомате. В итоге в полчетвертого я только спать лег. Где-то в шесть я проснулся, потому что я был в панике, что просплю. Потом где-то в полседьмого я проснулся. Потом в семь начали срабатывать будильники. Я не хотел вставать. Потом пока выехали, короче, с этими, со всеми пассажирами. В итоге спал я часа три. С утра я бахнул две таблетки Элеутуракока. Я тут купил Элеутуракок, чтобы спать не хотеть. Ладно, не буду показывать. Чувак тоже тут, который со мной ехал, он говорит, тоже спал часа три. Он квасил до этого с друганом. Короче, вот такая поездочка в Белебей. Блин, рассказал, может быть, не в фронологическом порядке, но, блин, злодейство. В итоге влетел на два с половиной косаря опять. Скоро же суд. Где собаки ссут? Который вынесет мне опять два с половиной косаря за то, что там я нарушил. Ну, помните эту историю с судом. Короче, пять косарей я должен родимой милиции, полиции, гаишникам. Блин, это меня просто драконик. Вот что делать, надо где-то бабки доставать. Еще ремонт полным ходом. Я же делаю для вас видосы, как там делается ремонт. Я скоро возьму бумажку, буду писать. Ну, примерно сто косарей с небольшим я укладываюсь. По ремонту. Ну, блин, вот эти пять косарей прямо вообще. Я прямо стал жалеть, что купил эти шикарные очки. Потому что вроде два косаря дешево за двое очков получается, да? Но когда тебе еще пять косарей штрафа влепили гаишники, это, блин, злодейство. И поэтому, блин, я хочу заселиться в хостел. То есть я приехал сейчас в Уфу. Опять вернулся. Вообще выжатый, как лимон. Просто два раза по трассе останавливался, пока ехал с Белебея. Причем ехал уже нормально, два с половиной часа, как и положено. Вот. Раза два останавливался, потому что понимал, что просто меня вырубать. Засыпаю. Еще в Белебея вздремнул там в машине, просто сел и меня вырубало. Окошки закрыл, было жарко. Вот. Приехал, по пути забронировал хостел. Ну, как забронировал? Я несколько хостелов прозвонил. И вот нашел один прямо в самом центре, в котором мне сказали, что я вообще буду один. В мужской комнате, по крайней мере. Ну, я обрадовался. Думал, блин, в три раза, а то и в четыре раза дешевле, чем я снимал квартиру. Я сниму хостел. Сэкономленные деньги потрачу на штрафы, на очки. Вот. Ну, тем более, если буду жить один, вообще крутяк. Надеюсь, завтра такая же фигня будет сейчас. Поживу в хостеле пару дней. Хочется, домой уже вообще хочется. И хочется поспать просто. Завалиться и спать ложиться. Надо выгружать видосы, вчерашний видос. Выгрузить для вас. Сегодняшний видос. А, я что, я подъехал к хостелу, короче. И она мне заранее, тетенька, там говорила, что я типа в девять смотаюсь куда-то. Вот, я в полдевятого приехал. Она мне говорит, я извиняюсь сюда-сюда, но где-то полчаса меня не будет. Вот, по-любому, типа я никак не могу полчаса. Вот. Я отходил тут в магазин, купил какие-то продукты. Паштет какой-то, йогурт. Вот. Вот, да вот. Короче, да короче. И в таком коматозном сонном состоянии, думаю, что полчаса терять. Поговорю немножко с вами, мои замечательные товарищи. Ладно тогда. Я надеюсь, сейчас она уже придет. Сейчас буду ей звонить. Буду собирать вещички, попрос в хостел. Ну, давайте тогда. До скорых встреч. Сейчас, если не вырублюсь сразу, может быть, если есть Wi-Fi, грузану через Wi-Fi видосики. А так, до скорых встреч, чуваки. По-любому, 28-го числа в свой день рождения приеду я уже обратно в Ижевск или буду в Уфе. Проведу стримчанский. Поэтому всех еще раз приглашаю. Я еще вчерашний-то видос приглашения не выложил. Вот. Надо выкладывать и выкладывать. Короче, всех приглашаю. На свой ДР. На стрим. Ну, и всем пока. До скорых встреч.